так после того как многие увидели что меня корюша опять родила двух девочек репышечек началась куча комментариев что я там разведенка я понимаю что я имели ввиду что я разведенец расскажу вам так сейчас я сяду в камеру чтобы меня видели по поводу как часто вязать сколько можно вязать с кем вязать держи степочка смолы не дай возьму без них не могу не могу без них сняться знали бы вы сколько я просто подарила щенков щенков людям а что я зарабатываю деньги на собаке что я над ней издеваюсь знали бы вы комментарии очень много и есть хорошие есть опять же для супер профессоров отвечаю знали бы вы сколько щенков я подарила причем причем дорастивых до трехмесячного возраста до четырехмесячного возраста я не жалею ни денег ни своего сна когда хоть и хочется тоже поспать но я встаю к ним ночью моя куколка я кормлю их мясом не кормлю их кашками не едят мясо не хороший корм супер премиум класса потом начинают кушать я потом дарю щенков и у меня подарили их очень много те которые меня поближе знают они знают о чем я говорю зевака ты мамину знали бы вы сколько щенков я отдала под щенков и это может быть бесперспективно может быть у меня никогда взамен не дадут щенка знали бы вы сколько уходит у меня моя куколка сил на выращивание этих детей и или как там написали а сколько я опять же уступаю людям финансовых вот я понимаю что там у людей не очень финансовые возможности я конечно же по цене я не за днями тянусь я хочу чтоб корюха покажи корюху продолжила свой рот у нее замечательное крови я хочу чтобы она жила в своих детях пишут что война я боюсь конечно я боюсь как вы думаете это для меня дети конечно же я боюсь я переживаю будут ли они жить но и моя куколка и делать все такое давай но бог нас бережут слава богу и наших детей тоже да мои девочки и они живут и они живут прекрасных семьях знали бы вы сколько я вывезла сколько я потратила денег чтобы вывести собак которых одну они не у меня сейчас они у людей живут они когда живут хороших у хороших людей за ней за ними заботятся их любят я контролирую эту любовь я конечно же смотрю чтобы у них было все хорошо периодически я приезжаю к нему гости вот когда я вывозила собак из зоны боевых действий так сложились обстоятельства что но они могли умереть у меня ушло куча денег я осталась без копья в кармане когда я вывозила но мне было плевать на деньги я хотела спасти им жизни я им жизнь спасла вязать собаку по племенному положению клуба можно один раз вот либо же вот опять его как либо же два помета подряд а потом декретный отпуск году корюша уйдет в декретный отпуск на год и я не знаю буду ли я ее еще вязать я не знаю да ладно детей она продолжила свой род я хотела щенкова от пары корюши и мичигана я их получила вот они вот они две красотушки 2 колесия мамины девочки крепышечки одна поедет к папе моему бесплатно я не буду зарабатывать на нем деньги вторая поедет владельцу который ее ждет еще до вязки он ждал ее он заранее стоял так что рассказывать не пишите гадости лучше пройдите мимо моего канала не надо мне рассказывать что я там фулиганка а еще были писали что собака должна восстанавливаться после родов в течение трех лет может быть это смотря как какой уход за собакой как ее кормить как за ней сидеть посадите на корюшу покажи корюшу на прекрасной отличной форме я всегда я конечно же сделаю все возможное чтобы у нее было все хорошо я смотрю и если бы эта собака была истощена конечно бы я никогда в жизни не вязала не надо не надо думать что я тут сижу дурочка с переулочка которая хочет просто денег я зарабатываю сколько у меня денег уходит чтобы поднять и создать этим собакам уход должный уход не живут очень мало я себе не куплю я им куплю те же собаки которая которых я забрала из зоны боевых действий да которая сейчас находятся у моих знакомых не живут я их проверяю я тоже помогаю поверьте я помогаю папинам в баксу я помогаю еле это кстати тоже привезенная девочка из зоны боевых действий тоже могло уже не быть вот и все и это не было партия сразу привести всех собак это было не так это было три поездки я же говорю у меня ушло на две моих зарплаты полностью от меня не полностью все зарплаты я осталась без копейки в кармане поэтому не надо не судите когда вы не знаете человека те которые меня поближе знают я же говорю они понимают о чем я говорю они знают меня вот такие девочки они знают меня они знают почему я вязала у меня пожар был в доме феврале месяц я сомневалась вязать не вязать потом думаю господи жизнь то продолжается ну пожар был ну сгорела крыша ну поставим эту крышу мечту я свою хотела осуществить и вот результат покажите в мою мамин и в зубе к в результат моей мечты две классная мордатые счастливы будут хулиганочки одна конечно хулиганка вторая счастливая девочка и счастливая спокойная девочка а счастливы они будут вдвоем я в этом уверена это что я опять же на цепь я не отдаю собак на цепь у меня нужно пройти полный тест-драйв с кем живут сколько детей были ли собаки отношения по голосу человека слышу я очень многим людям отказываю покупки своих щенков очень многим если вы думаете что мне предложили денег я побежала быстренько продала щенка потому что мне предложили больше денег это не так я дам его дешевле но я дам его в лучшие руки я все делаю для своих щенков и мы общаемся с каждым нашим владельцем я знаю жизнь каждого своего щенка мои куколки мои девочки бегите к маме так что дай рэдик вон лежит у кого еще у кого еще собаки просто вот ходит выходит с дома свободный выгул я вот сижу в курточке обратили внимание у нас сегодня холодно на дверь у нас открыто потому что собаки ходят на улицу так что добавить не наверное ничего может там насыпется еще комментарии одна там женщина была написала что вот я смотрела на красивых собак и как мне казалось на добрую женщину а после того как она дала ответ по поводу вот по равиденкой равиденки равиденции боже как он там написала не помню ей показать что я отвечала зло я скажу так я человек очень добрый но за своих собак и голыми руками скручу шею любому те которые называют их псами там воняет у меня в доме не воняет у них прекрасный уход они прекрасно питаются поэтому у них нет запаха собачьего это мои друзья живут приходят они в нашу жизнь ненадолго и увы оставляют очень очень больной след в душе когда они уходят делают больно я всегда говорю делают больно они всего лишь один раз когда уходят и покидают когда они уходят на радугу это боль моей душе остается навсегда поверьте и зло я отвечаю не зло такое зло по отношению к собакам между говорю если кто-то когда-то собаки и мой ребенок я голыми руками скручу шею и не моргну даже глаза не обижайте пожалуйста моих собак меня вы не знаете мне совсем я приютом помогаю собачьим котячим хомячкам а еще вопрос вот только что малого зерно и думаю вот те которые может посмотрят им не понравится но по ему таком я говорю и те которые вот вопрос к вам а те которые вот держат дома курей и продают яйца как называются такие люди вот я там разведенка ладно бог с вами вам уже запало это слово пусть будет так я зарабатываю одни деньги а как называется люди которые продают домашние куриные яйца или мясо домашнего кролика или мясо домашнего бролера. Как называются такие люди для вас? Может кто-то и ответит. Всем хорошего дня. Да, любовь моя. Мамина ты или хулиганка ты такая. Колесия, мамина девочка. Всем хорошего дня, хорошего вечера. Я же говорю, не пишите гадости. Не зная человека, не пишите гадости. Не знаю, как я живу, не зная, что я делаю, для тех же собак. Не пишите гадости. Будьте немножко добродушнее. Уберите свою злобу со своей души. Если есть какие-то вопросы, я отвечаю на какой-то, на все комментарии. Не на какой-то, я отвечаю на все комментарии. Не надо, не надо стараться сделать мне там больно, меня обидеть. Я уже не в том возрасте, чтобы там дуть губки, обижаться, плакать. Я плакать не буду, поверьте. Хуже людей наверное, нет собак. Как-то я была, нашла фразу про собак. И хуже, чем... Собака может укусить больно, но очень больно может сделать только человек. Но, я же говорю, я уже не в том возрасте, чтобы переживать, плакать. Или расстраиваться из-за какого-то комментария. Не, я расстраиваюсь, но чтобы аж меня вот, я там поменяла все, перестала опубликовывать свои видео. Ютуб-канал создавала для себя, для памяти, чтобы запомнить, какая корюша была, как росла комара, как у меня рождались такие же, вот такие маленькие, фулиганки. Рэдик, да и просто свою жизнь. Желаю всем удачи, и если вам не нравится, то, что я говорю, снимаю, показываю, уйдите из моего канала, не мучьте свою душу, не надо мучаться, издеваться над собой, и смотреть то, что вам неприятно. Всем хорошего вечера!